Добрый день, Татьяна. Добрый день, коллеги. Рада видеть всех, кто в эти практически нерабочие будни пришел послушать о книгах и чуть-чуть еще доработать до конца, чтобы и совесть была чиста, и польза. Ну что ж, в декабре мы ударно поработали. Перейдем к делу. Буду показывать, рассказывать книг много, не будем терять времени. Погнали. Итак, новинки издательства Директ Медиа, вышедшие в декабре 2021 года. Мы их подготовили по направлениям, дисциплинам, специальностям. Некоторые из них я вынесла на слайд, который вы видите перед собой. Это экономика, юриспруденция, иностранные языки, педагогика, информационные технологии, литература ведения, этнография, управление персоналом, история и многое-многое другое. Да, забыла спросить. Если меня хорошо видно, слышно, можете поставить огонечки и зажигать каждый раз, когда вам понравится книга или спикер. Начнем с серьезных направлений. Экономика. Здесь мы подготовили книгу «Экономические и юридические аспекты экосистем электродвижения». Это монография коллективная. Кроме того, что коллективная монография – это еще и актуальное исследование, призванное помочь в выполнении одной из поставленных в 2020 году задач президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Речь идет о наращивании объемов экспорта электронной продукции. В этой авторской работе показан подход, который позволит за 10 лет выполнить поставленную правительством задачу. Авторами разработана платформенная концепция электродвижения, ставшая уже собирательным образом лучших мировых практик, собранных воедино с учетом российской специфики. Здесь дано ее подробное описание, ее общего функционала. В общем, книга такая актуальная, полезная и, главное, перспективная. Следующее тоже из области экономики – учебно-методическое пособие модели оптимизации управленческих решений. Математические методы анализов современной экономики становятся все более востребованным инструментом для оптимизации управленческих решений. В связи с этим материалы, представляемые вашему вниманию пособие, актуальны и помогут обрести знания об основах теории оптимизации, формирования навыков и умений формализации реальных экономических ситуаций в виде математических моделей, выбора эффективных алгоритмов решения задач оптимизации. В общем, это издание поможет студентам и специалистам при решении реальных экономических задач. Следующая книга, выпущенная нами в декабре, из области юриспруденции «Право, конституционное правосудие в современной России» – это учебное пособие. Преподаватели вузов, студентов и аспирантов юридических факультетов, а также юристов практиков, будет точнее, безусловно, заинтересует издание данного учебного пособия. Причем издание второе по актуальной в настоящее время теме «Конституционное правосудие в современной России». Книга эта состоит из основных вопросов конституционного правосудия и судебно-конституционного права, поносимых на государственный экзамен по учебной дисциплине «Конституционное право». Не лишним, конечно, будет еще отметить, что в этом учебном пособии учтены внесенные изменения в Конституцию Российской Федерации и нормативно-правовые акты. То есть это самое-самое актуальное пособие. Следующая книга из области таможенного дела «Система управления рисками таможенных органов Российской Федерации». Это учебник. Сейчас, секундочку. Секундочку. Принесли свеженькие книжки. Секунду. Видите, без отрыва от производства. Приняли две книги. Итак, вернемся к таможенному делу «Система управления рисками таможенных органов Российской Федерации». Это учебник. Он поможет совершенствовать компетенции, необходимые для выполнения должностными лицами таможенных органов, возложенных на них задач. В области системы управления рисками при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств международной перевозки, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Это Евразийский экономический союз. Издание адресовано слушателям, обучающимся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. А также оно может быть использовано должностными лицами, должно быть использовано должностными лицами таможенных органов в практической деятельности. Следующая книга для широкого круга читателей, но не могла ее перенести в научпоп в самом конце, о котором я всегда говорю. Из области управления персоналом книга «Внутренний стержень лидера. Как сделать карьеру в корпорации». Это наша новинка. Почему нет обложки? Потому что эта книга у меня в руках. Вот такая замечательная. Книга – это о лидерстве. И она адресована всем тем, кто мечтал стать путешественником, изобретателем, писателем, художником, музыкантом, артистом, спортсменом. Но вместо этого работает менеджером в корпорации. В общем, эта книга для тех, кто уважает себя, верит в себя и не делает из сложившейся ситуации трагедии, а любые трудности воспринимает с юмором и оптимизмом. Практические советы, рекомендации, примеры. Все-все мы можем найти вот в этой книге замечательно. Еще одна книга из области управления персоналом. Видите ее у себя на экране. «Система KPI». Это учебник. Он поможет в реализации целевого управления и управления операционным и стратегическим развитием организации с использованием KPI, ключевых показателей деятельности. Адресован этот учебник студентам бакалавриата и магистратурой экономических специальностей, преподавателям и предпринимателям. Если раньше система KPI – это было что-то из какой-то негосударственной сферы интересов, каких-то мотивационных программ, то сейчас KPI очень прочно вошло во все структуры. И при работе и менеджеров, и руководящего звена, и, в принципе, всех служащих и в государственных, и муниципальных организациях KPI – это вполне привычное для уха слово. Поэтому учебник не то что актуален, а удивительно, почему он вышел именно сейчас. Он должен был появиться гораздо раньше, когда это только-только начиналось. Но, видимо, спрос и предложения возникают своевременно. И мы рады представить именно сейчас целый учебник по системе ключевых показателей деятельности. Переходя к следующему блоку книг – это книги по информационным технологиям. Начну с двухтомника информационной технологии. Задания, методические рекомендации выполнения. Собственно, в декабре мы выпустили уже вторую часть. Я на всякий случай напоминаю, как выглядела первая. Это двухтомник учебно-методического пособия. В нем с помощью эффективных заданий и подробных методических рекомендаций можно осуществить освоение дисциплины информационной технологии. То есть это такое практическое пособие. Издание может быть полезно студентов как вузов, так и СУЗов, среднеспециальных образовательных учреждений, всех технических специальностей, где данная дисциплина не является профилирующей. Следующая книга из области информационных технологий. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Основной задачей этого пособия является получение навыков работы с использованием любого программного обеспечения, связанного с моделированием и расчетом электрических сетей. Автор этого издания знакомит нас, читателей, с основными программными средствами для моделирования и исследования электрических схем. Рассказывает об основных принципах программирования микроконтроллеров. В этом пособии есть практикум и контрольные вопросы, которые помогут закрепить полученные знания. Для кого это пособие? Для студентов, обучающихся по специальности монтаж, наладка, эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Наверное, самое полное объяснение, для кого адресуется это пособие. Следующее учебное пособие тоже из области информационных технологий – отраслевые информационные ресурсы. Но я бы не относила это чисто к информационным технологиям. Сейчас поймете, почему. На сегодняшний день в электронной форме выходит большое количество журналов различной тематики. Их востребованность пользователями с каждым годом возрастает. Основная цель данного учебного пособия – это формирование комплекса знаний о направлениях развития отечественных электронных журналов и веб-контента, а также способах их использования в системе информационных ресурсов. Издание это рассчитано на студентов гуманитарных вузов, обучающихся по направлениям журналистика, филология, библиотечно-информационная деятельность, туризм. И также будет полезно практикам аналитической деятельности и документальной информации. Это пособие может заинтересовать практиков в области аналитических служб и специалистов библиотечной информационной сферы, например. Следующая книга из области эксплуатации электрооборудования «Основы безопасности жизнедеятельности». Силовые трансформаторы на энергетических объектах испытаний, диагностика, дефекты, повреждаемость, мониторинг. Учебное пособие. Тематика этого учебного пособия очень актуальна и востребована в сфере обеспечения надежной работы трансформаторного электрооборудования. В издании освещены основные постановления, нормативно-технические документы по испытаниям силовых трансформаторов на электростанциях, в электрических сетях энергокомпании, обеспечивающих генерацию, транспортировку и распределение электроэнергии. А также порядок и последовательность проведения самих испытаний. Книга адресована специалистам по эксплуатации электрооборудования и практикующим работникам. В общем, более подробного практического пособия, честно говоря, я пока из этой области не встречала. Обычно в избытке нормативно-правовые документы, а вот практическая часть в такого рода пособиях страдает. Так вот, это совершенно иной подход. Это совершенно практическое пособие. Вот берешь и делаешь трансформатор. Следующая книга «Основы конструирования». Это не просто книга, это часть пятитомника. Сейчас более подробно расскажу. Мы выпускаем уже второй том. «Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок». Второй том посвящен компрессорам, камерам сгорания, форсажным камерам, турбинам, выходным устройствам. Это учебник. Вообще серия книг, объединенных под общим названием «Газотурбинные двигатели», посвящена начальному этапу процесса их создания, проектированию и процессу разработки конструкции. Вот вашему вниманию представлен учебник из этой серии, адресованной студентам высших технических учебных заведений, обучающимся по дисциплине «Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок», научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области проектирования этих конструкций. Авторы этого издания рассматривают общие вопросы и принципы разработки газотурбинных двигателей, их узлов и отдельных элементов, анализируют разработанные конструкции, опыт их доводки и эксплуатации. В общем, данный том посвящен основным узлам газотурбинных двигателей. В общем, следите за этими новинками. Вообще, газы, нефти, промышленность в этом году обогатились благодаря издательству Директ Медиа очень ценными книгами. Думаю, нужно донести более подробно. Следующая книга «Основы материаловедения для сварщиков». Не так давно была пара вебинаров по среднему профессиональному образованию, по контенту, которым обладает наше издательство. И действительно, очень много направлений, дисциплины, специальностей было затронуто. Более того, в рамках одного вебинара просто невозможно было показать книги, поэтому я всегда приглашала на вебинары по новинкам издательства именно книжным, чтобы показать, какие именно книги выходят. Вот совершенно уникальный учебник для редкой сейчас профессии, для сварщиков. Он адресован среднепрофессиональному образованию. Вы видите специально подобранный дизайн обложек для серии книг для СПО. Что касается конкретно этого издания, то оно предназначено для студентов СПО, обучающихся по специальности сварщик. Актуальность этого учебника продиктована необходимостью подготовки квалифицированных специалистов в области сварочного производства и существенным расширением номенклатуры различных сплавов, применяемых в сварных конструкциях. В общем, то, что было актуально 30 лет назад, сейчас практически в корне поменялось. Есть новое оборудование, есть новые металлы. Обо всем этом, о новинках, об особенностях этой профессии в данном учебнике. Переходим к медицине. Мы в декабре молодцы. Взяли сложные темы, разные темы и пополнили наш контент медицинский сразу, если я не ошибаюсь, тремя важными книгами. Вот перед вами монография «Беременность и герпетическая болезнь. Этапная профилактика гистационной и перинатальной патологии». В этой монографии представлены результаты разработки высокоинформативного способа прогнозирования риска внутриутробного инфицирования и высокоэффективного метода профилактики инфицирования плода вирусом простого герпеса, оказывающего длительное противорецидивное действие. Научно-практические материалы по проблеме беременности и герпетической болезни могут быть полезны акушерам, гинекологам, неонатологам, педиатрам, молодым специалистам и студентам медицинских вузов. Ну, пожалуй, это довольно специфическое. Я понимаю, что, наверное, мало среди нас сейчас практикующих гинекологов на вебинаре, но тем не менее, монография представляет настолько высокий научный интерес, научно-исследовательский, что мы не могли ее пропустить, не могли ее не сделать. Самое актуальное исследование, самые актуальные результаты все вот в этой книге. Она довольно внушительная. В общем, если пополнять контент медицинских книг, то только такими. Следующая книга тоже из области медицины «Обеспечение безопасности при применении медицинских изделий». Это монография. Издание адресовано работникам и руководителям медицинских организаций, а также будущим специалистам в сфере охраны здоровья граждан. В монографии освещены вопросы безопасного применения медицинских изделий, включены особо актуальные вопросы безопасного применения медизделий в лечебно-профилактических учреждениях. Ну, на обложке вы видите только некоторые из них. В общем, медицинские изделия это не только то, о чем мы подумали сразу, но и очень сложные аппаратные сооружения, сложные, компьютеризированные, и статические, и мобильные. В общем, оказывается, их очень-очень много. И как ими пользоваться? Об этом пишут очень мало. Сколько инструкций у нас читают, об этом все знают. Следующая книга. Ограничение медицинских и фармацевтических работников при осуществлении профессиональной деятельности урегулирования конфликта интересов. Учебно-методическое пособие. В это пособие вошли тестовые задания. Задачи и вопросы для самостоятельной подготовки к практическим занятиям для ординаторов по дисциплине общественное здоровье и здравоохранения, которые помогут сформировать указанные компетенции и оценить уровень подготовки. В общем, это такой практический сборник подготовки к определенной дисциплине. Следующее пособие по химии. Малый практикум по органической химии. Учебно-методическое пособие. Оно содержит перечень лабораторных работ, при выполнении которых студенты получают практические навыки эксперимента, ознакомиться с физическими, химическими свойствами органических соединений, способами их получения. Адресовано студентам среднего профессионального образования и бакалавриата, обучающимся по специальности естественно-научного профиля. В общем, пожалуй, об этой книге все. Еще из области химии сборник упражнений и задач по органической химии для самостоятельной работы студентов. Учебно-методическое пособие. Это пособие окажет просто неоценимую помощь в самостоятельной работе студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки химии при изучении курса органической химии, а также других естественно-научных направлений подготовки. Книга содержит самостоятельные работы студентов по разделам органической химии. Каждая работа включает 15 вариантов заданий. В общем, такой приличный сборник для самостоятельной подготовки. Следующая книга из области экономики и автор, который выбивается в «Мои любимчики». «Основа рационального водопользования. Учебное пособие». Тоже для среднего профессионального образования. Обратите внимание. Что ж, о моем любимчике. Кандидат технических наук Алексей Валерьевич Федорян написал учебное пособие, которое вы видите перед собой, посвященное актуальной в наше время проблеме недостаточной рациональности использования водных ресурсов. Рассмотренные в данном издании сооружения и мероприятия направлены на решение широкого спектра актуальных для природы и общества задач. Адресовано, как я уже говорила, студентам СПО, обучающимся по специальностям рациональное использование природо-хозяйственных комплексов и природоохранное обустройство территорий. Совсем недавно анонсировала первую часть пособия, которую вы видите на экране, «Защита растений». Это из области биологии. И вот, наконец-то, вышло второе. Очень быстро. Это хорошо, когда книга, состоящая из двух частей, представляет обе части в такой короткий промежуток времени. Первая часть пособия посвящена изучению эколого-хозяйственных групп и видов насекомых-вредителей древесных растений. Сегодня же перед вами вторая часть издания, которая посвящена изучению фитопатологии, ее основных понятий – эколого-хозяйственных групп болезней древесных растений. Книга эта адресована студентам СПО и бакалаврам, получающим образование по направлению лесное дело. Переходим к блоку книг по педагогике. Ну, так, блок громко сказан, но она не одна. «Современные тенденции развития дошкольного и начального образования» – это материалы Всероссийской научно-практической конференции, выпущенные с нами вместе с Центром «Новое поколение» научно-исследовательским. В эту книгу вошли актуальные на сегодняшний день материалы конференции, проходившие в Москве с 30 сентября по 15 ноября 2021 года. Вот, по сути, всего месяц мы собрали материалы, подготовили книгу и представили самые-самые актуальные на сегодняшний день материалы из области дошкольного и начального образования. Участники обсуждали наиболее эффективные формы и методы работы с детьми, в том числе и вопрос о успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Без этой темы не проходит ни одна конференция, и это правильно, потому что, упуская важную часть нашей педагогической системы, части нашего общества, мы не можем полноценно рассмотреть никакую тему. Следующая книга «Методика развития речи младших школьников» – это учебное пособие. В эту книгу ваши лекции, рассказывающие о методиках начального обучения русскому языку. Пособие это будет интересно студентам, интересно и полезно, студентам и учителям начальных классов, а также родителям младших школьников для организации индивидуальной и дополнительной работы с детьми. В общем, своему сыну обязательно приобретую и зачитаю все, что здесь рекомендуют, потому что сейчас у нынешних детей проблемы с речью не сказать, что простые, они требуют внимания. Переходим к блоку книг по иностранным языкам. Вот это действительно блок. Мы подготовили пул книг по иностранным языкам, никогда не оставляем иностранные языки без внимания. И сейчас, на мой взгляд, очень и очень интересная подборка. Первая книга, которую вы видите, это «Английский язык для геодезистов». Это учебное пособие. Упражнения для отработки лексического и грамматического материала данного учебного пособия адресованы студентам среднего профессионального образования, обучающимся по специальности геодезия и дистанционное зондирование, прикладная геодезия. Вот две. В общем, как правило, мы берем узкие направления и делаем специально для них подходящее пособие. Вот именно так и нужно подходить к обучению. Этот подход очень правильный и важный. И мы как следовали ему, так и будем следовать. Следующая книга тоже из области иностранных языков. Более того, практически из той же области, что и только что озвученная мной, поверхностная и глубинная структура предложения. Глубинно-синтаксический уровень в соответствии с поверхностно-синтаксическим уровнем. Сложное название, сейчас расскажу про что. Это пособие предназначено студентам, получающим высшее образование. Содержит практический материал на английском языке для изучения и применения в монологической и диалогической речи терминов, объединенных темой геодезия. Вот все, что было сложно сказано, на самом деле очень просто написано. Следующая книга. Учебное пособие. Межкультурная коммуникация и перевод. Это второе переработанное издание учебного пособия, которое было опубликовано в 2009 году. В центре внимания книги находятся проблемы перевода, возникающие в процессе иноязычного описания родной культуры. Пособие это адресовано лицам, уже владеющим английским языком или находящимся на продвинутой стадии его изучения. То есть это студенты филологических и лингвистических направлений подготовки, а также практики-переводчики. Еще одна книга. Политика и международные отношения – тоже иностранные языки. Это учебное пособие ориентировано на студентов-бакалавриата, обучающихся по направлениям политологии и международные отношения. В издании включены задания на развитие критического мышления, творческие проекты и задания, построенные на основе профессиональных политических текстов, что позволяет студентам познакомиться с системой международной языковой сертификации. Обучающиеся научатся на английском языке решать профессиональные проблемы, доказывать и аргументировать свою точку зрения, строить стратегии и тактику переговоров, работать в группе. Вот такое интересное пособие. Следующий иностранный язык – французский. Французский язык для богословов. Это учебник. Он предназначен для духовных учебных заведений и рассчитан на лиц, не изучавших французский язык ранее. Некоторые части учебника могут быть использованы и теми, кто желает совершенствовать свои познания французского языка. Теоретика – практический курс, содержащийся в этом издании, поможет выработать у студентов и самообучающихся прочные навыки правильного французского произношения, прибить навыки устной и письменной речи и подвести к чтению неадаптированной французской литературы. Вот такая книга. Следующая книга тоже учебник того же автора, но уже касается английского языка. «Английский язык. Спозь призму евангельских притч». Этот учебник содержит обзорно-коррективный курс грамматики, который представляет обобщенную картину частей речи, форм словоизменения, формул словосочетания и типов предложений. Система занятий «Английский язык. Спозь призму евангельских притч» поможет в детальном изучении каждой предложенной притчи, как со стороны лексической, так и со стороны грамматической. Издание это может быть использовано в аудиторной и самостоятельной работе студентов, имеющих подготовку по английскому языку в объеме программы средней школы. Вот потенциальные читатели этой книги, этого учебника. Переходим к блоку книг по литературе и ведению. Потрясающей красоты обложки. Спасибо нашему дизайнеру. Отдельное спасибо автору, который пишет на уникальные темы по татарской литературе. Начнем с монографии «Современная татарская проза в зеркале традиции. Фольклоризм и мифологизм». Вот такое исследование. Оно заинтересует студентов-филологов, педагогических и классических университетов, аспирантов, преподавателей и всех, кто занимается проблемами изучения современной многонациональной литературы Российской Федерации, в частности, истории татарской литературы. В монографии рассматриваются основные мифологические образы, мотивы и сюжеты татарской культуры, религии, фольклора, устного народного творчества. Анализируется их отображение в современной татарской литературе. В общем, такая интересная монография. Еще одна книга этого же автора, она написанная, правда, в соавторстве, «Образ Казани в национальной литературе». Это тоже монография. Столица республики Татарстан, Казань, занимает важное место в национальной литературе и культуре. Следующая новинка, о которой я только что сказала, «Образ Казани в национальной литературе», посвящена этому замечательному городу, а точнее тому, какое воплощение находил «Образ Казани в национальной прозе и поэзии». Монография предназначена студентам-филологам, педагогических классических университетов, магистрантам, аспирантам, преподавателям и всем тем, кто занимается проблемами изучения литературы народов России и истории татарской литературы. Вот такой круг читателей. Следующая монография – это «Поиск равновесия в философский мир средневековой литературы. Часы истории романа». Актуальность представляемой нами монографии связана с современным научным подходом к изучению эволюции жанров, а также с исследовательским интересом к функционированию мифологических, символических образов в художественном тексте. Работа эта выполнена в контексте литературы веческих исканий в области исторической поэтики, прослеживающей становление и развитие жанровых форм, анализирующей литературные явления на широком историко-культурном фоне. Издание это представляет интерес для филологов и студентов, обучающихся по направлению литературы народов стран-зарубежья, а также для широкой читательской аудитории, интересующейся вопросами поэтики романа. Еще одна новинка – «Песельная поэзия против печатной поэзии». Кроме любителей поэзии, эта книга, безусловно, заинтересует филологов, искусствоведов, музыковедов и других специалистов, занимающихся объектами смешанного семиозиса. Ее автор, профессор Виталий Александрович Гавриков, рассуждает о коренных различиях печатной и песенной поэзии и проводит попытку сравнения этих двух объектов по ключевым литературическим параметрам. Это понятно из заглавия, это содержится внутри и очень интересно, подробно сравнивается. Переходим к паре книг по искусству. В данном случае «Искусство и музыка. Азбука гармонии» – это учебно-методическое пособие. Оно предназначено для обучающихся по специальности «Сольное и хоровое народное пение». Книга – это представляет собой конспект лекций, состоящий из основных понятий и терминов, и позволяющий обучающимся самостоятельно изучить учебный материал. В общем, петь сейчас с вами не будем. Эта книга просто азбука, как и понятно из названия. Азбука гармонии. Следующая книга из области дизайна, искусства и дизайн, символика и образа орнаментов Армении в дизайне современного костюма. Это монография. Тема, рассматриваемая в ней, является актуальной, потому что традиционная одежда, участвующая в процессе трансляции традиций, стереотипов поведения, является важным фактором этноидентификации и хранилищем ценностей и смыслов любой культуры, в данном случае Армении. Авторами исследования разработана классификация образов и символов, орнаментов Армении в дизайне современного костюма. Представлена авторская коллекция аксессуаров. Сопроводительный иллюстративный материал делает издание ярким и красочным. Монография эта будет полезна специалистам в области дизайна, искусства костюма, графического дизайна, дизайна среды, студентам-бакалаврам, магистрантам, аспирантам, а также специалистам разных направлений науки, интересующихся дизайном, искусствам и рекламой. Вообще, что касается костюма, это уже, если я не ошибаюсь, конкретно костюмное третье издание наше. Ранее мы выпускали тоже очень интересные монографии по истории костюма. Автор Докучаева. Если вам интересно, вы можете посмотреть. То есть у нас собирается такая линейка для текстильных вузов, для историков моды. В общем, такая очень и очень интересная подборка. Следующая книга из области этнографии, но я чуть ранее анонсировала эту тему, эту серию, серия «Неизвестные народы». Сейчас мы представляем книгу «Рапануйца с острова Пасхи». Если кто-то присутствовал на предыдущем вебинаре, то мы анонсировали книгу о потомках жителей легендарной Атлантиды на прошлом вебинаре. И вот еще одна новинка, которая знакомит читателей с очередной научной загадкой, новыми фактами и гипотезами. Издание посвящено «Рапануйцам», коренным жителям острова Пасхи. Вы узнаете о тайнах, о том, кто, как, когда создал знаменитые каменные стуканы. В общем, эта книга очень-очень интересна. Не буду рассказывать вам все тайны, иначе боюсь дать какой-либо спойлер. Разумеется, эта книга для широкого круга читателей написана занимательным, интереснейшим языком. Кажется, что ты прямо вот на острове Пасхи. Следующая книга из области истории «Духовная основа славянского мира». «Великая победа» 1945 года. Это материалы пятой международно-церковно-общественного и научно-просветительского Ириненского форума. Как и многие материалы конференции, мы с удовольствием публикуем. И это уже не первый Ириненский сборник. Нет у меня под рукой показать первый выпуск. Мы рады, что и дальше работаем в области публикации материалов в таких интересных мероприятиях. Вот в это издание вошли материалы уже пятого международного Ириненского форума. Очень много людей приезжает из Восточной Европы, Россия, разумеется. В общем, такой действительно международный форум. В выступлениях участников обсуждались вопросы содействия и консолидации усилий Русской Православной Церкви и просветительских учреждений по привлечению внимания общества к вопросам духовной и культурной идентичности православной цивилизации, установления научного диалога между славянскими государствами в обсуждении современных вопросов славянского мира, а также сохранения и распространения культурных ценностей славянских народов. Следующая книга из серии «Люди. Судьбы. Эпохи». Книга неоднозначная для многих, но ее стоит прочитать просто для того, чтобы понять, что на самом деле в этих воспоминаниях от первого лица многое разъясняется, многое становится ясно. Это часть воспоминаний немецкого государственного политического деятеля Пауля фон Гинденбурга, человека, приведшего к власти Гитлера и ставшего ключевой фигурой в Германии между двумя мировыми войнами. Мемуары эти вышли в 1920 году, через два года после поражения Германии в Первой мировой. Представляют собой эти воспоминания хронику войны с точки зрения Верховного командования. Надеемся, что эта книга заинтересует широкий круг читателей, особенно будет интересна тем любителям военной истории и мемуарной литературы, которые пытаются разобраться в причинах, в причинах, породивших такие серьезные последствия. Личность неоднозначная, не буду вам рассказывать подробно, что именно, но действительно стоит прочитать просто потому, что после вот этих воспоминаний все встает на свои места и становится многое ясно. Вижу огонек, кто-то полюбил эту книгу только после того, как я рассказала. Отлично, это очень хорошая новость. И хорошая новость номер два – это все новинки декабря. Дорогие мои коллеги, напоминаю, что наше издательство имеет обширную коллекцию не только электронных, бумажных книг, но и аудиокниг. Я чуть подробнее рассказывала на предыдущем вебинаре о них. Все новинки мы выкладываем на нашем сайте directmedia.ru в наших соцсетях и в Инстаграме, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Если у вас есть вопросы, вы можете к нам обращаться напрямую, вы видите все контакты на нашем слайде. И мне бы очень хотелось пожелать вам хороших наступающих праздников, хорошенько отдохнуть. Нас ждет с вами очень интересный год, очень интересные книги, и для того, чтобы у нас с вами были силы оценить их, полюбить, рассмотреть, приобрести, ну и как-то вообще охватить этот огромный пласт знаний, красоты, искусства. В общем, книги бывают, конечно, разные. Я желаю вам хорошего отдыха, крепкого здоровья и хорошего настроения в этот Новый год. До встречи на следующем вебинаре уже в 2022 году. Он состоится в самом конце января, 31 числа. И я уверена, что за две, почти три рабочей недели нам будет что вам показать. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров